Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Roelibcam, HTTP Roelibcam, все книги автора, HTTP Roelibcam ОСР Лавров Сёрджи HTML, эта же книга в других форматах, HTTP Roelibcam Бук Лавров Сёрджи интервью программ Аменпер на телеканале Синен HTML, приятного чтения, полный текст интервью министра иностранных дел России с в Лаврово программами Аманпур на телеканале. CNN, Москва, 12 октября 2016 года, вопрос, ситуация в мире сейчас очень сложная и болезненная, то, что происходит в Сирии, вызвало сильный разлад во всем мире, в Великобритании люди говорят, что гражданское население подверглось самой сильной бомбардировке со времен авиаударов нацистов по гернике в ходе гражданской войны в Испании, Госсекретарь США ДЖ, Керри сказал, что Россия и режиму, то есть сирийским властям, теперь уже недостаточно объяснить миру, почему ударом подвергаются больницы, учреждения здравоохранения, женщины и дети, почему вы действуете таким образом? С в Лавров, думаю, что все заявления должны быть снабжены доказательной базой, например, в случае с обвинениями в адрес России в организации хакерских атак против Демократической партии США нам так и не было предоставлено каких-либо сведений, которые бы подтверждали такие обвинения, мы просили показать факты, Мы настаивали на проведении расследования в отношении нападения 19 сентября на конвой с гуманитарной помощью в Алеппо, как заявил мой друг из недавних пор коллега-министр иностранных дел Великобритании Б. Джонсон, это обусловлено соображениями исключительно политического характера Вопрос, но он обвиняет Россию в нанесении ударов по конвою, с в Лавров, это обычные занощевые заявления, Б. Джонсон человек очень разноплановый, как вам известно, когда он занимал должность мэра Лондона, он был очень хорошим другом России и прославился своим участием в российских фестивалях в Лондоне Теперь же, мне кажется, он готов исполнять роль международно признанного прокурора из Гаги, особенно в свете решения наших британских коллег сделать к лозунгу «Да, ты можешь приписку, а ты нет» Воплощением такого подхода стал вывод британских вооруженных сил из-под юрисдикции Европейской конвенции о защите прав человека Необходимо обеспечить ясность в этих вопросах Мы открыты к обсуждению таких вопросов Мы никогда не отказываемся от контактов Мы хотим обсуждать имеющиеся темы и стремимся к достижению истины А не просто бросать друг в друга обвинения без каких-либо оснований Вопрос, учитывая, что сейчас происходит и имея картинку со спутников Зная, что только у двух сторон, у России и Сирии, имеются военно-воздушные силы в районе Алеппо У них же есть и бочковые боеприпасы Большинство в мире считает, что Россия причастна к этому и, как минимум, не пытается остановить Сирию и не дать ей использовать эти бомбы От лица международного сообщества хотела бы спросить вас, почему Россия наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры или почему позволяет это делать сирийцам Как вы знаете, Россию сейчас обвиняют в совершении военных преступлений С влавров, мы могли бы обсудить тему военных преступлений в соответствующем формате Для этого существуют определенные международно признанные процедуры И лучше использовать в этих целях именно такие средства, а не СМИ К сожалению, целый ряд моих коллег просто хотят засветиться с такими заявлениями Генеральный секретарь Антен Гимун распорядился начать расследование нападения на конвой с гуманитарной помощью Все, обладающие любой связанной с произошедшим информацией, должны уважать следствие и предоставить ее в распоряжение генерального секретаря Антен Гимун В августе и сентябре бойцы Джабхат Аннусры и авфилированных с ней в восточном Алеппосил заняли категорическую позицию И заблокировали поставки гуманитарной помощи по дороге Костелла, которая, кстати, подверглась вчера сильной бомбардировке Сказав, что будут наносить удары по любому гуманитарному конвою, следующему по дороге Костелла Никто и пальцем не пошевелил, никого это не беспокоило, когда я поднимаю этот вопрос в разговоре с ДЖ, Кирри и другими Они говорят, что ничего такого не помнит, но я об этом помню Этот ультиматум Джабхат Аннусры и близких к ней группировок был сделан, когда я встречался с ДЖ, Кирри в Женеве 26 августа Однако ключевая проблема заключается в полной неспособности США и членов возглавляемой ими коалиции И провести размежевание умеренных сил и Джабхат Аннусры Согласно российско-американским договоренностям, это, приоритетная задача Американские коллеги, включая директора ЦРУДЖ, Бреннана, еще в феврале этого года обещали Что им потребуется всего две недели для размежевания умеренных сил, готовых сотрудничать с коалицией От Джабхат Аннусры, они так этого и не сделали Теперь у нас складывается впечатление, что США и другие на самом деле хотят сохранить Джабхат Аннусру на случай Если им придется задействовать планп Вопрос, Г.Н. Лавров, хочу показать вам одну фотографию Славров, конечно, вопрос, в августе эта фотография была во всех СМИ Это маленький мальчик, его зовут Амранда Книж Ему пять лет, это не террорист, это мальчик, окруженный военными в осажденном городе Алеппо Славров, естественно, вопрос, что вы можете сказать мирным жителям, которые всего лишь просят избавить их от бомбежки Это военное преступление, Славров, как я уже сказал, необходимо проводить расследование военных преступлений Вопрос, что вы можете сказать таким людям, как семья этого мальчика, Славров Это трагедия, настоящая трагедия Они должны настаивать на том, чтобы умеренная оппозиция, которая хочет их защищать Отделилась от Джабхат Аннусры Вопрос, тогда позвольте спросить Вы говорили о договоренности России и США обеспечить прекращение огня Сделка была сорвана менее чем через неделю Насколько нам известно, по информации людей, которые видели документы своими глазами Вы планировали ввести режим прекращения огня как минимум на неделю и вместе заняться отделением оппозиции от террористов Но режим прекращения огня был сорван еще до истечения этого срока Славров, во время встречи президента России в Путина и президента США по обамы в Китае 6 сентября мы настаивали на том, что до объявления режима прекращения огня США должны выполнить свое давнее обязательство по разделению умеренной оппозиции и Джабхат Аннусры В конечном итоге мы согласились с подходом американцев ввести режим прекращения огня на 7 дней В течение которых США должны были завершить отделение Вопрос, насколько я понимаю, разделение должно было произойти уже после введения режима Как можно разделить эти группировки без прекращения огня? Славров, одну секунду, мы ввели режим прекращения огня Но спустя всего три дня после начала этого семидневного периода Американская коалиция бомбит сирийскую базу в Дей-Рез-Зоре Они заявили, что это была ошибка Но я читал заявление официального представителя американского центрального командования полковника ДЖ, Томаса Который сказал, что эта ошибка готовилась целых два дня на основе очень достоверных разведданных Не думаю, что можно так легко обойти эту ситуацию Потому что сразу после этого ошибочного удара ИГИЛ перешел к наступлению на Дей-Рез-Зор Вопрос, не предполагаете ли вы, что США каким-то образом заинтересованы в том, чтобы потворствовать исламским террористам? Славров, я не знаю, вопрос, ГН-министр Славров, Аль-Каида появилась в результате поддержки американцами маджахедов в Афганистане Кстати говоря, согласно спискам террористических организаций как американцев, так и Ан-Джабхаттан-Нусра Это еще одно воплощение Аль-Каиды И ИГИЛ появился после вторжения американцев в Ирак Как вы знаете, вопрос, верно Но вы же не думаете, что США поддерживают ИГИЛ? Давайте не будем усугублять ситуацию обвинениями Славров, я не хочу их подозревать в поддержке терроризма Но их действия относительно Джабхаттан-Нусры С моей точки зрения, выглядит очень подозрительно Вопрос, ДЖ, Кирри И вы предположительно заинтересованы в заключении сделки о перемирии и прекращении огня Вы по-прежнему верите, что может быть политическое решение для урегулирования ситуации в Сирии Большинство людей считают, что очень умный дипломат Славров ввел в заблуждение ДЖ, Кирри Чтобы иметь возможность закрепиться в зоне конфликта От лица своего клиента Посада и попытаться захватить Олеппа Чтобы Посад получил целый ряд населенных территорий Славров, если говорить о том, кто кем кому приходится, клиентам или нет То мы хотим провести заседания стран, которые напрямую влияют на происходящее в зоне конфликта Будь то страны, присутствующие там по приглашению сирийского правительства или без приглашения Будь то страны, оказывающие влияние путем спонсирования групп, противостоящих правительству Вопрос, у вас есть план проведения такой встречи, с Влавров Я думаю, что нам пора прекращать полагаться на эмигрантов Которые называют себя представителями оппозиции На капризный высший комитет по переговорам ВКП, который продемонстрировал свою полную безответственность Я поражен, что наши западные друзья, которые создали группу друзей Сирии Продолжают настаивать, что этот комитет является единственной оппозиционной группой С которой имеет смысл вести переговоры Вопрос, то есть вы их больше не признаете? С Влавров, я не говорил этого Мы их пригласили, хотим с ними встретиться Они пытаются набить себе цену и отказываются от встречи с нами Пока посад не уйдет со своего поста Что полностью противоречит резолюции СБАН Но страны, которые могут оказывать прямое влияние в зоне конфликта Среди которых, несомненно, Россия и США А также 3-4 страны из Ближневосточного региона Должны встретиться в этом узком формате и обсудить все по-деловому А не в духе обсуждений на Генеральной Ассамблее Вопрос, когда вы планируете встречу? С Влавров, встреча запланирована на предстоящую субботу Вопрос, это с полным правом можно назвать новостью? С Влавров, да, это новость Которая, я надеюсь, не останется просто новостью А запустит серьезный диалог Основанный на принципах договоренности между Россией и США Которая была многими принята с одобрением Но, к сожалению, не состоялось Еще раз назову причину Это нарушение режима прекращения огня американской коалицией Которая атаковала сирийские правительственные войска Чего она не должна была делать И, как было сказано, не планировалось Еще одним очень специфичным требованием Которое не удосужились соблюсти США Была очень подробно описанная договоренность Относительно отвода военной техники правительственных сил С одной стороны дороги Костелла от оппозиционных сил С другой стороны дороги Расстояние для тяжелого вооружения и личного состава было оговорено Один, полтора и три километра Соответственно, когда мы попытались вновь объявить прекращение огня Была договоренность, что отвод вооружений будет частью сделки За три дня тишины гуманитарные грузы должны были пройти по дороге Костелла Но американская коалиция заявила, что они не уверены в том, что оппозиция отведет технику Так мы поняли, что они не имеют серьезного влияния на оппозицию Именно поэтому участие региональных представителей очень важно Я думаю, это было бы более продуктивно, чем переговоры только с США Вопрос, кого вы подразумеваете под региональными представителями С влавров, несколько стран, которые вы знаете Вопрос, Иран, Саудовская Аравия, Турция С влавров, Турция, Саудовская Аравия, возможно, Катар Вопрос, прежде чем перейти к обсуждению хакерского скандала с участием России и США Который тоже спровоцировал кризис Я хочу задать еще один вопрос по Сирии Вы сказали, что хотите и дальше вести переговоры Тогда в чем заключаются ваши военные цели? Все считают, что не существует военного решения конфликта Но похоже, что Россия как раз ищет его военного решения По крайней мере, хочет захватить Алеппо Чтобы он остался у посада в последние дни администрации Абамы Так считают американцы В этом заключается ваш план? С влавров? Нет, если говорить об Алеппо, то мы оказывали серьезную поддержку Инициативе специального посланника генсекретаря ААН по Сирии С, Демистуры Он предложил дать возможность Джабхат Анну Сре покинуть восточный Алеппо с оружием И, как он сказал, с достоинством Даже несмотря на все резолюции СДАН и запреты на заключение сделок с террористами Мы поддержали эту инициативу С, Демистуры Чтобы дать Джабхат Анну Сре уйти вместе с теми умеренными оппозиционерами Которые тоже хотят покинуть территорию А той умеренной оппозиции, которая останется в Алеппо Было бы предложено подписать соглашение с правительством о прекращении огня Все это на самом деле было в проекте резолюции Который мы направили для голосования в СДАН сразу после блокировки Очень однобокого французского документа Российский проект резолюции, поддерживающий предложение СДМистуры Был отклонен всеми западными представителями и некоторыми незападными членами Совета Безопасности Анну Тем не менее, мы по-прежнему уверены, что плану Демистуры нужно дать шанс Сейчас мы работаем над его продвижением с людьми на земле Надеюсь, что скоро будут сдвиги в этом вопросе Не разделив террористов и не выдворив их Давайте отправим их в Идлиб, столицу Джабхат-Ан-Нусры Так будет проще для всех нас, объединенных сил, бороться с этими группировками В противном случае, не думаю, что можно ожидать от сирийской армии прекращения борьбы с Джабхат-Ан-Нусрой Которая прикрывается мирным населением как щитом Мы приняли и будем продолжать принимать все необходимые меры Будем рекомендовать сирийской армии быть очень конкретной И целенаправленной в своих действиях против Джабхат-Ан-Нусры Но нельзя терпимо относиться к Джабхат-Ан-Нусре Мы очень не хотим в это верить Но нам кажется, что наши партнеры на Ближнем Востоке В США и Европе хотят пощадить Джабхат-Ан-Нусру Вопрос, это ваше мнение Согласно информации Ан, в Алекпо находится всего около 900 человек из Джабхат-Ан-Нусры и 275 тысяч гражданских Включая женщин и детей Я думаю, единственный вопрос заключается в том Хотите ли вы идти по неверному пути, на неправильной стороне истории Хотите ли вы поддерживать расправы над гражданским населением Неужели это то, что может снова сделать Россию великой Упрочить ее позицию на Ближнем Востоке Построить там базу на трупах детей и женщин С влавров Именно эти 250 тысяч гражданских О которых вы печетесь Считают, что если это поможет выкинуть пару тысяч террористов из города И спасти четверть миллиона жизней То они согласны И именно поэтому мы должны продвигать план С Демистуры Кстати, всего два дня назад Джабхат-Ан-Нусра заключила сделку с Ахрараш-Шам Группировкой, не входящей в ООНовский список террористов Что, как мы думаем, стоит пересмотреть Так же как и статус пары десятков других организаций Которых США считают умеренными Они, и это непозволительно, объединяют усилия с Джабхат-Ан-Нусрой в Алеппо и во многих других районах Сирии Когда СДАН принимал решение об урегулировании сирийского кризиса Были рассмотрены несколько направлений По которым международное сообщество могло действовать И одним из них была борьба с терроризмом Другие направления включают прекращение военных действий Гуманитарные вопросы и политический процесс Каждое из этих направлений должно быть отработано по существу Согласно резолюции СДАН Не должно быть никаких предварительных условий Что касается того, на какой стороне истории мы будем Вопросов о том, великая ли страна Россия или же страна-изгой При всем уважении По вековой традиции наши англосаксонские друзья берутся решать Какая страна является достойной, а какая изгоем Они понимают, чувствуют, что в нынешних обстоятельствах Когда мир действительно становится многополярным Они теряют возможность оценивать других Это философский вопрос И мы относимся к этому терпеливо Но для них это болезненно К сожалению, в политике мы предпочитаем ориентироваться Не на истерические выкрики и русофобскую риторику Мы предпочитаем деловой подход Если мы хотим спасти жизни Наши действия должны быть прагматичными и конкретными Вопрос Хорошо, давайте перейдем к интервенции в ином смысле Как вы знаете США официально заявили, что они абсолютно уверены в том Что именно Россия стоит за взломом переписки Демократической партии И вмешательством в демократический процесс Сегодня США пообещали пропорциональные ответные меры Это вас беспокоит? Славров Ну, конечно, лестно получить такое внимание Будучи региональной державой Каковой нас иногда называет президент Побома Все в США считают, что именно Россия проводит президентские дебаты в США Как я уже сказал, это лестно Но абсолютно не подтверждается никакими фактами Мы не увидели ни одного доказательства Мы также не получили никакого ответа на предложение Которое почти год назад В ноябре прошлого года Генеральная прокуратура Российской Федерации Отправила в Министерство юстиции США Для организации экспертных консультаций по киберпреступности Когда в июле или августе я сказал Дже, Кирри, что наше предложение было направлено еще в ноябре прошлого года Он был очень удивлен и спросил, какой ответ мы получили Я ответил, что никакого ответа не было И когда мы напомнили Министерству юстиции США об официальном запросе генпрокуратуры Они устно сказали, что это им не интересно Вы помните, что американцам тоже не было интересно наше предупреждение о том Что братья царноевы опасны Мы предупреждали их за год до теракта во время бостонского марафона ФБР тогда сказала, что это их граждане И нам не стоит волноваться Хорошо, но я считаю, что если вы хотите обсудить киберпреступность и снизить ее Необходимо вести себя профессионально, а не русофобски Вопрос Давайте вернемся к фактам Вы это отрицаете Славров Не мы отрицаем, а они не доказали Вопрос То есть не отрицаете Славров Презумпция невиновности Вопрос Так не отрицаете Славров Нет, я пытаюсь просто встать на место американского политика Президент США Побома Конечно, юрист Он получил соответствующее образование Вопрос Конгрессмен-республиканец Глава комитета по национальной безопасности сказал Что режим Владимира Путина пересек все границы И что российский президент должен знать Что США не позволит Чтобы иностранные противники влияли на американский политический процесс Или будущее этой страны Вы отрицаете и говорите Что доказательств нет Как насчет мотивов Президент Ф. Путин в интервью агентству Блумберг сказал Что разве важно Кто взломал данные из предвыборного штаба госпожи Ха Клинтон Разве это важно Важно Что является содержанием того Что было предъявлено общественности Так он это прокомментировал Славров Сейчас Когда это стало достоянием общественности Это известный факт Вопрос Вы сказали Что это долг государства Чтобы информация о взломе достигла общественности Но тут возникает другой вопрос Похоже Что Россия все-таки вмешивается во внутренние дела На стороне одного из кандидатов в президенты Ваш постоянный представитель Ван Вичуркин В прошлом месяце обратился к генеральному секретарю Ан Многие другие дипломаты тоже об этом говорили Чтобы он отчитал верховного комиссара Ан по правам человека ЗР Аль-Хусейна Который произнес известную речь об опасности ультраправых демагогов Упоминая Де Трампа Премьер-министра Венгрии Варбана И лидера французского национального фронта Марин Лепен Предупредив об опасности популизма в Европе Славров Вы имеете в виду, что он назвал его демагогом? Вопрос Да, он раскритиковал демагогов Славров Я тоже думаю, что он демагог Вопрос Дело в том, что Вичуркин сказал, что получил приказ вашего ведомства То есть от вас Совершить этот дипломатический ход в отношении генсекретаря Ан Вы давали такие инструкции И если да, то зачем? Славров Вы начали свой вопрос с фразы Похоже, что Я понимаю, что это очень правильный способ описать то, что происходит Вопрос Но зачем вы потребовали критиковать того, кто раскритиковал Де Трампа? Славров Я объясню Верховный комиссар Ан по правам человека сделал совершенно непозволительное заявление В его обязанности входит защита прав человека А не раздача оценок суверенным странам Он не вправе вмешиваться во внутренние дела и давать характеристики лидерам других государств Вопрос Большинство из них не лидеры, а стороны, которые обвиняются в нарушении прав человека Славров Вы упомянули премьер-министра Вопрос Одного премьер-министра Славров Мы поручили Вычуркину передать генеральному секретарю именно то, о чем я сейчас сказал Совершенно недопустимо, чтобы Верховный комиссар по правам человека так далеко вышел за рамки своих прямых обязанностей В которые не входит раздавать оценки другим политикам Точка Имя премьер-министра Де Трампа или любое другое никогда не упоминались Вопрос Дипломаты говорили другое Они сказали, что Вы специально упомянули Де Трампа Судя по всему, Россия вмешивается в политический процесс на стороне одного из кандидатов Славров Если Вы слушаете, что говорят дипломаты То Вы должны послушать и моего хорошего друга Шем Эйра Бе Джонсона Они очень взволнованы Я могу официально и очень ответственно сказать Что Вычуркин получил инструкцию совершить дипломатический шаг Касательно недопустимого поведения Верховного комиссара по правам человека В отношении его мандата Его работа Разбираться с нарушением прав человека А не с какими-либо персоналиями Он не может просто взять и сам решить Кто прав, а кто виноват Вопрос Вы согласны с тем, что Ха Клинтон в ходе последствия В последних дебатов сказала, что Россия ясно дала понять, что не хочет ее победы на выборах Что Вы ожидаете, если она победит? Славров Я не занимаюсь ожиданиями и не могу спорить с Ха Клинтон Я работал с ней, когда она занимала пост госсекретаря США Мы, кстати, заключили соглашение в 2012 году Если мне не изменяет память О смягчении визового режима для граждан России и США Которое до сих пор, на мой взгляд, является весьма полезным Я не могу комментировать предвыборную кампанию в США Конечно, иногда я смотрю то, что показывают по телевизору Но это уже американцам решать Вопрос Вы обеспокоены симметричным ответом, который обещал Белый дом Славров Бессмысленно делать предположения на этот счет Если они решили что-то сделать Пусть делают Но говорить, что Россия вмешивается во внутренние дела США просто смешно Позвольте напомнить вам и вашим зрителям Что пару лет назад, после украинского кризиса и антиконституционного переворота в Киеве Конгресс США принял закон По-моему, он называется акт о поддержке украинской демократии Который прямо поручил Госдепартаменту поддерживать демократические институты и общества в России Дабы сделать ее более демократической Это была прямая инструкция Госдепартаменту Поручение вмешиваться во внутренние дела России Мы так не делаем и делать не будем Кстати, когда СССР и США установили дипломатические отношения Они обменялись нотами По настоянию США В них было включено данное обеими сторонами Обязательство не вмешиваться во внутренние дела друг друга Пару лет назад мы предложили Вашингтону подтвердить это обязательство Однако получили отказ Вопрос Я бы хотела завершить беседу вопросом более широкого плана Отношения между вами и Соединенными Штатами кажутся совсем плохими Россия разместила в Калининграде Который, как мы знаем, расположен вблизи нескольких стран НАТО Ракеты, способные нести ядерные боеголовки Ваше Министерство обороны предупредило Что любые военные действия США в Сирии будут расценены Как прямая угроза российским военным И предостерегло Вашингтон от таких действий Президент России Ф Путин вышел из нескольких соглашений В частности, по утилизации радиоактивного плутония Ухудшится ли ситуация? Люди несколько обеспокоены Не может ли нынешнее состояние холодной войны Перерасти в настоящую войну между двумя странами? С влавров Я так не думаю У нас совершенно нет такого намерения Разумеется, мы слышим заявления американских военных о том Что война с Россией неизбежна Я оставляю это на их совести Что касается размещения оружия на нашей территории Это наша территория Вопрос Это пугает С влавров Это наша территория Но США не только увеличили в четверо Насколько я помню Расходы на поддержание развертывания в Восточной Европе Они переместили инфраструктуру НАТО к нашим границам Теперь их новейшие самолеты F-35 Оснащенные современной версией ядерных бомб Будут размещены у российских границ А это не территория Соединенных Штатов Мы не собирались выходить из договоров Которые были фундаментом стратегической стабильности Но когда США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны Да же, Буш сказал в Путину, что он понимает, что нам это не нравится Но что мы больше не враги Так что, если Россия хочет принять какие-то меры предосторожности Сделать какие-то ответные шаги Пожалуйста К сожалению, этот проект по противоракетной обороне Довольно серьезно нарушил мировую стабильность А планы развернуть европейский и азиатский сегменты нас сильно обеспокоили Это была очевидная попытка получить одностороннее преимущество Что касается соглашения по Плутонию Я надеюсь, вы знаете, что Соединенные Штаты не выполняли свои обязательства по нему Просто не смогли Фактически изменив способ утилизации Плутония Который был описан в соглашении Соглашение стало недействительным Так как США не смогли его выполнить Мы же выполняли свои обязательства и будем продолжать их выполнять Что же до других соглашений К примеру, о сотрудничестве между Россией и Соединенными Штатами в ядерной энергетике То я все объяснил госсекретарю ДЖ Кирри очень давно Два с половиной года назад Вскоре после украинского кризиса Министерство энергетики США отправило официальную ноту Российской Федерации В которой говорилось, что в связи с обстоятельствами Вашингтон приостанавливает все сотрудничества по этим договорам Прошло два года, а они все еще не хотят сотрудничать И это несмотря на то, что ДЖ Кирри уверил меня, что это был глупый шаг И что наше сотрудничество в ядерной энергетике и ядерной безопасности не должно пострадать Но, видимо, никто ничего не сделал Так что это стоит принять просто как описание текущей ситуации А не наше намерение выходить из каких-то важных соглашений Вопрос Я хочу обратиться к теме, которая может показаться сегодня подзабытой Культурной гармонией между Россией и США Итак, буквально кратко Ван Клиберн, музыкант из Техаса Очень известный и многими любимый Вышла новая книга о нем Она рождает ностальгические чувства Потому что даже во времена Холодной войны существовало своего рода культурное единение между Россией и США Ван Клиберна очень любили в обеих странах Расскажите, пожалуйста, когда вы вспоминаете о тех временах, что вы чувствуете С Влавров Я очень сожалею о том, что происходит сейчас в российско-американских отношениях Я уверен, что у нас много общего с американским народом На уровне обычных людей, как правило, всегда есть взаимопонимание У политиков свои цели Но я могу только еще раз подчеркнуть Что не мы запустили этот очень нездоровый этап в наших отношениях Он начался задолго до событий на Украине и в Сирии У меня была возможность недавно обратиться к этому вопросу Не будем забывать и о законе Магнитского Реакции Вашингтона на скандал с Эснаудином Который оказался в России Президент по Бомодаже отменил визит в Москву Потому что мы не экстрадировали Эснаудина Они почему-то считают, что мы на самом деле причастны к его приезду в Россию И якобы его вербовке нашими спецслужбами Это смешно, потому что Эснаудин летел не в Россию, а в Латинскую Америку Как только он вылетел из Гонконга, его лишили американского паспорта Мы получили официальное уведомление, что его паспорт недействителен И не имели права допустить его ни на один рейс Мы не могли даже позволить ему попасть на территорию России Он вынужден был остаться в аэропорту И направил запрос на получение политического убежища или статуса беженца Мы ему это убежище предоставили Но этот случай вызвал такую нервную реакцию Как я уже сказал, президент по Бомодаже отменил свой визит в Россию Поэтому обиды в политике, неспособность дать соизмеримый ответ К сожалению, часто приводит к большим ошибкам Вопрос ГН-министр, большое спасибо Свлавров, спасибо вам Вопрос Разрешите задать еще один, последний вопрос Несколько дерзкий У России была своя пуссерает ситуация Что вы думаете о пуссерает ситуации Дональда Трампа Свлавров, даже не знаю Английский не мой родной язык Но, используя вашу же терминологию Вокруг вашей предвыборной кампании Столько пуссей со всех сторон Что я даже не хочу комментировать это Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Роя Либкам, HTTP Роя Либкам Оставить отзыв о книге HTTP Роя Либкам Камент Лавров Сёрджи Интервью про Угрэм Аментер на телеканале Синэн HTML Все книги автора HTTP Роя Либкам ОСэр Лавров Сёрджи HTML